В данный период жизни я пока полностью погружена в спорт и планирование семьи будет чуть-чуть позже. Среди результатов моей работы сотни образов для красивых девушек, которые приходят на красе на фотосессию, будущих невест и мамочек в ожидании малыша. За стенами спортзала я муж и папа троих отличных девчонок. У нас с мужем трое детей. Младшая дочка родилась через 12 лет после старшей дочки. И это был запланированный ребенок. Поэтому можно про нас сказать, что мы готовы были стать родителями в третий раз. Последние 11 лет я занимаюсь правами человека. В частности, правами людей с инвалидностью. Планирование семьи для меня – это, прежде всего, ответственное отношение к своему здоровью. Планирование семьи для меня – это те истории, которые они мне рассказывают. Историй очень много, они все очень разные. Но в них всех есть нечто единое. Это то желание быть любимой, создать семью, основанную на равенстве. Планирование семьи для меня – это, прежде всего, здоровый образ жизни. Для меня в цели планирования семьи очень важно все, что касается услуг, которые получает женщина до, во время беременности, во время родов и послеродов. Планирование семьи для меня, в первую очередь, это доступность. Доступность в самом широком смысле. Доступность информации о сервисах и услугах. Доступность самих сервисов и услуг, как финансовая, так и физическая. Потому что иногда единственное, что отделяет человека с инвалидностью от полноценной жизни – это архитектура. Ступеньки, причем не только физические, а иногда это барьеры и в отношениях, во мнениях. Поэтому если среда будет доступнее во всех смыслах, то это будет огромный шаг вперед к тому, чтобы планирование семьи стало полноценной частью жизни человека с инвалидностью. Я призываю всех молодых людей вести здоровый образ жизни, принимать осознанные решения в отношениях, чтобы иметь столько детей, сколько они захотят и когда они этого захотят. Чтобы каждая беременность была желанная, а каждые роды были безопасные. Хочу сказать всем мужчинам, молодым и не очень. Когда вы занимаетесь спортом и занимаетесь своим здоровьем, заботитесь о нем, то ваши дети рождаются, растут более счастливыми и здоровыми. Я стараюсь быть хорошим примером для своих девочек. Я бы хотел, чтобы они создали крепкие и здоровые семьи, когда вырастут. Самое главное, что я бы хотела пожелать, это чтобы каждый ребенок был желанным и рос в любви. Я хотел бы пожелать, чтобы тема семьи перестала быть табуированной для людей с инвалидностью, потому что они боятся и их приучают бояться. И тема семьи становится закрытой и становится причиной стигмы и унижения, к сожалению, людей с инвалидностью. А мне хотелось бы, чтобы это стало органичной частью жизни любого человека, потому что это норма, это не привилегия и тем более не какая-то специальная потребность.